Всем доброго времени суток, дорогие мои друзья! Сегодня у нас уже 20 февраля, и уже начинается время посадок, время посева, время посева семян. Вот, ну я еще сильно как бы ничего не сеяла, кроме перцев и земляники. Вот, а тут ходила в магазин и купила петунию. Честно говоря, не собиралась ее сеять, но увидела, ну как не купить такие цветочки красивые. Вот, и решила, думаю, ладно, хорошо, посею. Посею. Купила два пакетика, вот, там по 10 семянушек всего лишь. Вот, поэтому сейчас будем вместе с вами сеять. И еще обратила внимание вот на такие цветочки. Пиларгония, ампельные шедевры, плющелистная, цветной фонтан. Меня привлекло то, что здесь в одном семечке, допустим, одно семечко, а цветы разноцветные, то есть разные цвета. Ну, то, что она плющевидная, да, плющелистная, меня это как бы не смутило. Ну, попробуем посеять, что получится. Они очень-очень дорогие, мне показались. В нашем магазине нечто-то 180 рублей, 189, по-моему, даже. Здесь всего три штучки. Вот, я сначала купила пиларгонию, там два вида выбрала подешевле. Ну, в итоге я решила, думаю, куплю я вот эти вот и все. Посею. Никогда я пиларгонию эту не высаживала, не высеивала, не выращивала именно семян. Ну, вот, наверное, пришло это время, когда пора заняться такими делами. Сейчас я открою эти листики. Купила я, кстати, торфяные таблетки, буду в торфяные таблетки сеять. Здесь таблеток у меня 12 штук. Значит, пиларгонию у меня три штучки, здесь у меня по 10, это 20. То есть 23 штучки я сейчас вот в эти 12 штучек распихну, растолкаю, посею. Вот, специально купила маленькие, самые маленькие таблеточки вот эти вот. То есть пиларгонию буду сеять по одному семечку в каждую таблеточку, вот в эту, да. А вот эти я буду сеять по два. Где по два, где по три получится у меня. Так что сейчас будем с вами вместе сеять. Так, вот такие вот три семечка. Пиларгония. А по-простому это герань. У меня была герань. Несколько кустиков сидело. В одно лето я их высадила на улицу. На лето. Думала, потом я сделаю, сниму, ну, отрежу от росточки какие-нибудь, от росточки и посею, посажу. В итоге у меня ничего не принялось. И, короче, я всю пиларгонию потеряла. Вот, так что сейчас будем сеять эти семена. Я сходила за зубочисткой. Ну, хотя, хотя, так, эти семена более-менее крупненькие, поэтому их можно чуть-чуть утопить. Вот так вот. Чуть-чуть утопили. Это у меня здесь будет сидеть пиларгония. Посмотрим, что с неё вырастет или не вырастет. Никогда, говорю, не садила, не сеяла семена цветов комнатных. Именно семенами никогда не выращивала. Так, ну что, здесь у нас должно быть 10 штук. Вот такие вот семена. Они немножко обработанные. И сейчас будем сеять их. Ну, я ещё раз говорю, что у меня получается по два семечка. Поэтому я не в серединку буду, а маленько друг от дружки. Вот у меня получилось, что я под одни раз, два, три, четыре, пять. А здесь у меня четыре. Ну, здесь придётся какой-нибудь три посеять. Так. И будем ждать, когда у нас взойдёт. Когда взойдут, и что у нас будет расти. Я вам потом буду показывать. Я не специалист. Я не специалист выращивания петуний. Вот. Никаких я секретов не знаю. Но будем надеяться, что что-нибудь да вырастет. Да? Будем надеяться, что-нибудь да вырастет. А что вырастет, я вам покажу. Ну, где две, где три. Ну, вот. Как-то так. Как-то так посеяли мы. Всё. Сейчас я закрою эту баночку, коробочку. И закрывашка здесь плохая. Поэтому я ещё в пакетик. И в тёплое место. В тёплое место у меня печка. И там на самый наверх я ставлю там, как говорится, и не жарко, и не холодно. И пока они не взойдут, они будут у меня стоять там в тепле. Вот. Так. Ну что, цветочки мы посеяли. Давайте в этом же видео я вам расскажу про носочки. Про вот эти носочки, которые я вам показывала на прямом эфире, кто видел. Ну, кто не видел, сейчас буду рассказывать, показывать. Значит, носочки эти связанные из пряжи Alize Superwash. Вот. Методом Helix. Этот метод я слышала давно, но не пробовала вязать. Вот. И в итоге я решила, думаю, а ну-ка попробую я связать этим методом. Что это такое? Значит, что это такое? Скорее всего, следующие носки буду вязать. Я вам покажу на практике, как это вяжется. Сейчас просто коротко объясню. То есть, каждый ряд меняется ниточка. Но меняется не в одном месте, а меняется через несколько, не довязывая каждый ряд, несколько петелек. Я не довязывала 4 петли. Кто-то не довязывает к 2, кто-то 5. Кто-то сколько решит, как бы, да. Здесь, как бы, не так и важно это. Мне было, ну, как бы, 4 удобнее. Удобнее, неудобнее. Просто я так решила. 4 петельки не довязывала, меняла ниточку. И получается, вот эти 4 петли, которые не довязываешь, их просто переснимаешь на рабочую нить, на рабочую спицу на правую. Вот. И дальше провязывается, там ниточка встречается другая уже. И вот так вот оно вяжется каждый ряд. Не довязываешь эти 4 петли. Ее переснимаешь, и оно получается, как бы, таким, вот этим методом Хеликс. Кто назвал этот метод? Вот. И, короче, получается очень красиво. А кто вяжет на 4 спицах? Там берут прям ровно по спице. То есть, 3 спицы вяжутся. Одна четвертая, например, не провязывается. Короче, на 4 спицах я сама еще не вязала. Надо тоже попробовать, чтобы на практике, как это получается. Подробно рассказать не могу. Я посмотрела несколько видео разных девчонки, кто вяжет. И, ну, раз я вяжу на спицах с леской, поэтому мне этот способ понравился, метод. И в следующий раз я буду вязать носочки и тоже буду вязать этим методом. В этом случае можно перевязать какие-то, извязать какие-то остатки, которые уже не знаешь, куда использовать. Вот. Ну, и у меня были, это не остатки ниток, это обычные клубочки были. Просто я захотела связать именно, чтобы получались какие-нибудь красивые носочки. Ну, вот одна нитка у меня однотонная была, одна у меня была секционная ниточка. Вот так вот получились такие красивые носочки. Пяточка здесь. Бумеранг у меня. Вот. Связана пяточка. Бумеранг тоже хорошенькая пяточка получается. И закрытие носочка, не ленточная, а, ну, как звездочка, наверное, называется. Вот такое вот закрытие. Мысочка. Тоже очень удобно. Ну, вот, не знаю, видно, не видно вам. Вот такое вот закрытие. Ну, вот, наверное, на этом все. Это небольшое такое видео будет у нас. Поэтому всем всего хорошего. Пишите вопросы, задавайте что-то, если вы не поняли. Или, может быть, что-то, какие-то подсказочки у вас есть. То я буду очень рада подсказочкам. Ну, и вопросам, конечно. Все. Всем пока. С вами была я, Нина Тарасова. До новых встреч в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok